Здравствуйте! В эфире программа «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Из-за пожара возле 92-го дома по улице Победы в Самаре доходы лишились сразу несколько частных предпринимателей. Горели продуктовые киоски на площади 100 квадратных метров. На место ЧП выехала наша съемочная группа. Вместо свежих овощей и рыбы одни угли. Предприниматели подсчитывают убытки. Как рассказывают владельцы киосков, пожар в одном из ларьков вспыхнул внезапно. Горел ларек в самом центре торгового ряда. Его спасти не удалось. Постройка вспыхнула как спичка. Пытались потушить сами, но пришлось вызывать спасателей. Она выскочила, говорит, горим. Я смотрю, дым прямо идет из-под крыши. Я быстрее вызывать и все. Никто ничего не успел. Начали тушить, а толк что тушить? Мы все побежали. Мы только проходили вот это все, все пожарная безопасность, все документы, все было в киоске, все есть. Киосок Натальи Бахваловой выгорел наполовину. Кое-что все же удалось спасти. Тем не менее, жареные сосиски и подгоревшая колбаса вряд ли привлекут покупателей. Мы все время приходили сюда, все покупали. Например, вот овощи покупали, рыбу покупали, помидоры покупали, все. Спасатели прибыли уже через несколько минут, но к этому времени два киоска и весь товар выгорели полностью. Пламя тушили около получаса. Пожарные опасались, что огонь может перекинуться на соседние здания. Работало пять стволов. Б, шесть единиц пожарной техники. Тридцать человек личного состава. Причину пожара устанавливает дознаватель. В результате пожара никто не пострадал. По предварительной версии причиной стало замыкание электропроводки. На месте работают эксперты. Еще один пожар, который едва не оставил без крыши над головой, 30 человек. ЧП произошло в 64-м доме по улице Ивана Булкина в Самаре. Пламя разгорелось около четырех часов вечера. Избежать трагедии удалось лишь благодаря вовремя прибывшим спасателям. Жильцы двухэтажки, где произошел пожар, даже спустя час не могут отправиться от шока. Подъезд с деревянными лестницами вспыхнул в считанные секунды. Как рассказывают очевидцы, загорелась одна из квартир на первом этаже, жилец которой был изрядно пьян. Захожу в подъезд. В третью квартиру дверь открыта, сидит на полу Сашка. Он не хозяин этой квартиры, он просто здесь проживает. Среди огня сидит, не горит и говорит мне, вызывай пожарных. Времени на раздумья не было. Позвонили 0-1. Спасатели прибыли уже через несколько минут. Первым делом эвакуировали детей. Дверь в квартире погорельцев пришлось снять с петель. Третья квартира выгорела почти полностью. Пострадали также и несколько соседних. На втором этаже чуть ли не вспыхнули деревянные полы. Тут горело, на третье горело. И мой пол прихватил. У меня открыли весь пол в коридоре. И теперь я не могу туда пробраться вообще. И вообще там дышать нечем. Пар горячий идет. Для жильцов 64-го дома нерадивые соседи не единственная проблема. Весь двор по периметру застелен ковром тополиного пуха. Из-за этого совсем недавно во дворе горели деревянные сараи. На помощь также пришли спасатели. Пожарные приезжали. Слава богу, они сейчас работают очень быстро, очень грамотно. Благодаря грамотным действиям сегодня спасли соседей с маленьким, с младенцем. Всего из дома эвакуировали около 30 человек. Жители квартиры, где начался пожар, с небольшими ожогами отправили в больницу. Причины возгорания установят эксперты. В Самарской области пресечен канал поставки крупной партии героина. Лидера организованной преступной группировки задержали весной этого года на выезде из Тольятти. Он пытался перевезти наркотики на своем автомобиле. Азартные игры под колпаком у полиции. Более сотни одноруких бандитов стоимостью более полумиллиона рублей разнесли в щепки в буквальном смысле. Правоохранители продолжают уничтожать игровые автоматы и штрафовать владельцев злачных заведений. Подробности в нашем сюжете. Роботов отправили на металлолом. Более сотни игровых автоматов полицейские изъяли в Тольятти за 4 месяца этого года. Игорные заведения накрыли в Автозаводском и Комсомольском районах Автограда. Желающих приобрести арестованное имущество не нашлось. Решили ликвидировать. На игровые автоматы судебным приставом был наложен арест. Они должны были поступить на реализацию дохода государства. Но так как на них спроса нет. В тех регионах, где разрешено проведение азартных игр, то судебные приставы передали данное имущество Росимуществу для утилизации. В прошлом году владельцев электронных бандитов отштрафовали на суммы от 3 до 30 тысяч рублей. Всего в пользу государства взыскали почти миллион рублей. По словам правоохранителей, вычислить незаконные игровые заведения довольно сложно. Хозяева пытаются замаскироваться. Они работают спокойно, под видом лотерей, но функции остаются теми же, что и игровые заведения. К нами продолжается борьба с незаконной деятельностью. Пресекаются всевозможные попытки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С помощью тяжелой техники электронных бандитов превратили в груду металлолома. Они больше никогда не будут опустошать карманы особо азартных граждан. Два года ограничения свободы за одну человеческую жизнь. Суд Красноглинского района Самары вынес приговор владелице уличного холодильника, из-за неисправности которого в мае прошлого года погиб маленький ребенок. Подробности трагедии и о жизни после нее расскажет наш корреспондент. Жизнь совсем еще маленькой Ангелины Попян оборвалась внезапно. До своего четвертого дня рождения девочка не дожила всего месяц и один день. Злополучный вечер 22 мая 2012 года ничем не отличался от других. Возвращаясь домой с прогулки вместе с мамой, Ангелина захотела пить. Тогда никто и подумать не мог, что обычный уличный холодильник с газировкой может убить. Она подошла и двумя руками держала за холодильник и вот за корпус холодильника железный. Подошла, она стоит и трясется. Я сразу не знала, что делать, не поняла, что происходит. Потому что ребенок бегал, бегал и играл здоровый. И вдруг не знаешь, что происходит. Я начала кричать, позвоните скорую, позвоните скорую. Скорую вызвали, но на счету была каждая секунда. Один из прохожих откликнулся на душераздирающие крики матери. И на своем автомобиле повез ее и девочку, которая уже потеряла сознание, в больницу Калинина. Но было уже поздно. Детское сердечко не выдержало мощного разряда тока. Врачи констатировали смерть. Они пытались там тоже помочь, они сказали, мы вот через 20 минут, наверное, где-то вышли и сказали, что вот ничего не могли делать, не могли ребенку спасти. Все, ее уже нет. Вот так мы потеряли Ангелину. Родители маленькой Ангелины до сих пор не могут поверить в то, что их дочери больше нет. В скромной квартире на третьем этаже все на тех же местах стоят ее любимые игрушки и фотографии, на которых девочка счастлива и полна сил. Ее мама снова и снова вспоминает счастливые дни, например, когда они в первый раз пришли в детский сад. Ходила она во вторую младшую группу. Пришла она к нам. Ей было три года с небольшим. Хорошая, умненькая, спокойная, послушная девочка. Все ее очень любили. Все были потрясены, конечно, несчастьем, которое случилось с ней. Очень жаль, что так получилось. Позже злополучный холодильник приобщили к делу как вещдок. Экспертиза установила, он был неисправен. Об этом хозяйке не раз говорили покупатели. Неоднократно обращались к подсудимой, то есть к хозяйке киоска и, соответственно, этого холодильника. О том, что ощущают удары током, но Исаичева никаких мер не предприняла по предотвращению неисправности холодильника. Хотя обязана была это сделать. По словам родителей Ангелины, даже в зале суда, осужденная за причинение смерти по неосторожности, Ольга Исаичева не признала вину и ни разу не попросила прощения. Ни один раз, ни один никто из имени нет. Да и сегодня, последний день. Суд назначил, чтобы она виновата, все равно. Это не человек, не знаю, как такому человеку сказать. Трудно. Злополучный киоск работает и по сей день. Поговорить с хозяйкой нам так и не удалось. Окошко захлопнулось сразу при появлении телекамеры. Ольге Исаичевой суд назначил два года ограничения свободы и обязал выплатить семье погибшей девочки моральную компенсацию – один миллион рублей. Но деньги вряд ли заменят убитым горем родителями лучезарную улыбку их дочери. Сейчас они все так же, не торопясь, идут по той же улице, но между ними нет того маленького ангела, которого они любили без памяти. Наша телекомпания выражает искренние соболезнования семье погибшей девочки. На этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. Субтитры создавал DimaTorzok